Я вообще считаю, что пока в театре есть вот эта капустная жизнь такая, до тех пор катастрофы нету. Плохо там может быть что-то, но катастрофы нет. Так давайте докажите, что не плохо, не катастрофа, а очень хорошо. Покажите что-нибудь. Я думаю, что это будут какие-то эскизы, может быть. Мы попытаемся сделать такой экскурс. Я даже не сказал бы в хиты, а в то, что удалось нам, скажем, восстановить, то, что нам удалось вспомнить. Но вот, скажем, был у нас один капустик, в котором персонажами, основными действующими этого капустика, были не артисты, а службы театра. Это были кассиры, это были рабочие сцены, это были водители, билетеры, бухгалтера и так далее. И вот один из таких номеров, где действующее лицо, главное действующее лицо, обыкновенный шофер, театральный такой шофер, Александр Хованский, Александр Кахун. Скажи-ка, дядя, ведь не даром ты моешь руки с кипидаром, ведь ты возил актеров многих, великих, знатных, убогих. Ты просвети молодое племя про старое былое время, ведь были личности лихие, индивидуальности такие, богатыри, немы. У меня секретов нет. Слушайте, мальчишки, первым делом написал Станиславский книжку. Станиславский был вожак, главный реформатор. Я бывал и старику, учистил карбюратор. Много братца повидал, все меня любили. С Мирхольдом поддавал прямо в автомобиль. Классику знал на отличный и имел старание. Я Бабановый сам лично вставил зажигание. Не смотри, что я простой с виду шофеюга. Вот для вас, волчок-худрук. Для меня подруга. Разные я видел театры, разных возил я тузов. Все, кто ходили в народных, были без тормозов. Бывал актер в Зашоре. Роль не идет ни хрена. Вроде бы как в моторе стучат у тебя клапана. Многим давал советы. Юных просто учил. А между тем ночами Гамлет и Роль зубил. Была мечта, не скрою. Хотелось себя отыскать. И ты не помнишь. Хотелось тебя испытать. Испытать. Хотелось тебя испытать. Прямо свербило порою. Датского принца слабать. И вот как-то раз Ефремов пили тогда в гараже. Сказал, нажавшись, дадуй, составлю тебе протеже. Готовился я серьезно. Был на Шекспира упор, но параллельно качалову. Как качалов? Перебирал мотор. Ну и что? И вот, наконец, премьера. На сцене один я стою. И вместо быть или не быть, пить или не пить, говорю. Спектакль я сорвал, понятно. Забрали техпасты, права. Дальнейшее, помню, невнятно. Болела с утра голова. С тех пор опять за баранкой. Мораль, ребятки, смекай. На сцене или на дороге. Не уверен, не отгоняй. Ученичок произнес слово эскизы. И вот я тоже, будучи довольно, спасибо, молодым, значит, показывал Олега Николаевича. Олег Николаевич был актером разнообразным, но в основном выступал по исповедальной части. И, в частности, вот в спектакле, где мы с Лилюшей тоже вот с ним играли, «Пять вечеров», он играл так. Когда меня там забрали куда-то, она меня одна провожала. Прислонилась, стоит, смотрит. В машине поехали, она побежала. Потом отстала. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но дальше было продолжение. АПЛОДИСМЕНТЫ Он слушал, слушал. Слушал. Я стал оправдываться, понимая, что осложняется всё. Нервная атмосфера. Я говорю, ну, понимаете, Олег Николаевич, это уже, в общем, так, наброски, эскизы. А он худой был совсем, совсем худой. Портки с трудом. Нагиваешь? Ну, ты же не то рисуешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Олег Николаевич, он же был очень искренний актёр. И такой всегда себя играл. И он играл, как Николай Первый, в спектакле «Декабристы». И поскольку так искренность была на первом месте и настоящее что-то. А у него была там реплика. Наташа Каташева играла «Мать-императрицу». И он ей говорил, да что вы, маману! Там реплика такая была. И он в порыве, значит, всё. Он сказал, да что вы, мамаша! Олег Павлович, я спровоцирую одну вещь, если Валентинович не обидится. Я видел, слышал такую историю одну про спектакля. Ставил его Георгий Александрович Товстоногов. Был у вас замечательный диалог с Валентиновичем там? Не было? Нет. Что касается коллизий, то у нас с Валентиновичем судьба-то общая. Мы с одного курса. Даже влюблены были в одну и ту же женщину. Правда, она предпочла. Ну, не будем говорить, кого она предпочла. Но выступая с Валюшкой, в мелодраме «Деревья умирают стоя», где я играл, естественно, с шеи 37-го размера героя-любовника, а Валюшка, естественно, играл старика. Старика. Вот. Сеньор Бальбуа звали его. И вот... Ну и память у тебя. Ну, не то слово. Я сам иногда удивляюсь. Декорация была небогатая. На школьной сцене школы-студии была одна дверь. И Валюшка по сюжету приближается к двери, всё ближе и ближе. А идёт прогон. А в зале сидит режиссёр Александр Михайлович Комиссаров. Помните? Народный артист РСФСР, правда. Ну, значит, он вот в цирке, помните, этого играл? Как бы карандашом. Ну, клован. Он был очень серьёзный в жизни. Валюшка, совсем приблизившись к двери, берётся за ручку, а я там, за кулисой. И ногой ещё придавила. И Валюшка, значит, раз, не может открыть. А вы можете себе представить дверь, которую Валюшка не может открыть? Ещё раз. И третий раз. И тут Валюшка не выдерживает. И начинает смеяться. Комиссар говорит, что? Что вы делаете? И Валюшка находится, смотрит на него, говорит, Александр Михайлович, это я на вас без смех смотреть не могу. Валюшка. 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 Да, да. Валюшка. Валюшка, а неужели вы потом никак не ответили Олегу Павловичу? Олегу Павловичу? Меня выгоняли из студии. Ну что, там серьёзно? Было собрание, и Олег меня, в общем-то, спас там. Меня не выгнали. Ну, это было право. Но я не мог его предать. Причём, это было бессознательно. Мне кажется, Серёж, готов новый номер, нет? Эскиз, да. Рисуем пока. Зарисовочка маленькая, из старого капустника, под названием, условно, билетёры, которые исполняют Галя Петрова, Марина Хазова, Маша Селянская и Уля Лаптева. Аккомпанирует им наш молодой актёр, замечательный наш аккомпаниатор Андрей Авельянов. Здесь выпить не дают Цветы не продают И только мы плечом к плечу в паркет простаем тут А зритель мнёт свои билеты И никому ведь не вдомёк Что нам мешает очень сильно это Когда по дырочкам не рвётся корешок Когда по дырочкам не рвётся корешок Никто к нам без билета В театр В театр Не пройдёт Ну а чего нам будет стоить это Никто не знает, а не зная не поймёт Никто не знает, а не зная не поймёт Нам публику встречать Нам публику встречать Программки продаём Нас кризисам пугают Рублём Рублём по морде бьют И ведь в Бразилии Как людей Кого-то в детстве Не до вас Видали Таким вообще нельзя иметь своих детей Таким вообще нельзя иметь своих детей Но русскую культуру За пояс не заткнёшь Культура наша не такая дура Её культуру не задушишь Не убьёшь Её культуру не задушишь Не убьёшь Павлович, ну я хотел бы одну вещь, чтобы вы рассказали Одну вещь, одну Про рассказчика Речь идёт о драме Олби Баллада о невесёлом кабачке Галка играла мисс Амелию Юшко, артист театра Советской Армии Играл её ухажёра, влюблённого Каубоя Я играл человека нетрадиционной ориентации сексуальной К тому же калеку Игор Буна А Михаил Михаилович Казаков Человек из очень интеллигентной семьи В генах которого писательское начало Очень сильно лирическое Не зря же он стихи читает до сих пор По многу Он играл рассказчика Рассказчик этот действительно довольно Долго иногда рассказывал свои монологи И особенно он увлекался этой паузностью и долготой В монологе, в котором он говорил Что вот а влюблённому, значит Ему хочется быть всё время с объектом любви То, что пятый и десятый То, что пятый и десятый Я жду, жду Там две минуты читает Пять минут читает А мне надо выходить У меня свербит Там семь минут читает И тогда я из кулисы говорю Мишка Он наконец на третий раз уже откликнулся Я говорю, такому рассказчику Положен там Огурец за щеку Михаил Михайлович Сорван спектакль Ты что? Ну ладно, подожди Это потом было Он, естественно А я в это время директор Он, значит, возмущённый после этого спектакля Я говорю, всё, 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 больше ничего не скажу Следующий спектакль Он опять за своё Три минуты Пять минут Семь минут Десять минут Тогда я говорю Мишка Покажи, как ты подошёл Да-да, подошёл ему Я говорю, Мишка Гарри, парень, парень А кто был самый большой зачинщик? Кто был самый большой хулиган в театре современного? Ну, хулиганов было много, но Ефремов сам очень любил раскалывать Такое иногда, помнишь, во время назначения Евсегнеев что-то выделал на сейфе И он вышел возмущённый, Ефремов И говорит ему Здравствуй, Бим Мол, ты клоун здесь А Женька не теряла никогда серьёзно Его расколоть невозможно было И он сказал Здравствуй, Бом И Ефремов раскололся А та же пара исполняла сцену из спектакля В поисках радости Хаси играла Ну, всегда Мам наших Не, подожди Зуэлина, потом Значит Хаси играет маму Олега Николаевича Олег Николаевич Женившись на Лилюше Как говорится Постепенно превратился в мещанина Не на Лилюшу, а на Лилюшу Нет, на Лилюшке Ну, спустя Лилюшка играла Да И вот Голчонок, значит Обрабатывает Олега Николаевича То всё пятое-десятое В это время выходит его Отрицательный друг Женя И с интересом Подгребает к Олегу Николаевичу Олег Николаевич Совсем уже изнервничавшись Говорит Лёня Женька Лёня Лёня Глядя на Хасю Говорит Лёня А ведь Он прав Женюрка Гад Выдержав паузу Смотрит И говорит Федя Кто он? Невероятно Причём с первой минуты У нас было Мы играли Помнишь записки Лопатина Валентин Ильич Гафт Весь спектакль на сцене Потому что он играет Лопатина И он А мы как его воспоминания Как воспоминания Нас вывозят На такой телеге огромной На которой чемоданы возят На вокзалах А Валентин Ильич Вообще Его наблюдательность За партнёром Велика И он Значит Поскольку он сидит Спиной В зал А мы Приехав Вот на такой телеге И остановившись Значит И Волчек сидит Она играет режиссёра Война Что-то про войну Разговор И Галина Борисовна Как всегда Сигареты А вот скажите Пожалуйста А вот когда Вы убивали немцев Долгий-долгий разговор Что-то Валентин Ильич Отвечает Как вы убивали немцев Вдруг она говорит Таким же многозначительным Вот скажите Когда вы были В эвакуации И Делает не просто А потеряв вообще Не только своё лицо И своей героиней А Когда она смеётся Тоже смеётся так И Весь вот Вся эта тачанка На которую мы приехали Начинает трястись Вместе со столом Мы все трясёмся И делаем вид Каждый обыгрывает Как-то ситуацию Я конечно Как будто вся в слезах Закрывшись Смотрю Значит На Валентин Ой А Валентин Ночи сидит Наблюдает За нами Как говорится И он сидит И когда мы уже Совершенно Серьёз взяли И Галина Борисовна Опять взяла Свою сигарету Он сказал Так вот Когда я был В эвакуации И нас Увезли То есть Как привезли С этой тачанкой Мы ничего Не сыграли Ни одной Вообще Ни одной фразы Не сказали Кроме этого И вот только В эвакуации В эвакуации И так просмеялись Ну ладно Ещё тогда расскажу По первости В первые там Три-четыре Три года Мало нас было Нина Дорошина Играла Такие Ну как бы сказать Объекты Моей любви Там в одном Спектакле Она была Фира В другом Катя В третьем Тоня В четвёртом Там ещё Какая-то И В спектакле Продолжение Легенды Которая Рассказывала О судьбе Молодого Парня Значит Не попавшего В институт И поехавшего В Сибирь Естественно На стройку Ангарской ГЭЦ Дабы Составить Судьбу Свою Человеческую А в Москве У него осталась Чувиха Её звали Юна Юна Она была Из обеспеченной Семьи Ему не светило Как говорится С ней Соединить Судьбы Своей А Нинуля На основной Детали Нашей декорации А это был Такой построенный Из Папье-Маше Холм Она Зла Ползла По этой горе На самую Её высокую часть А у Обрыва Этой горы Внизу Я сижу И мечтаю Про Юну Дескать Как бы Хорошо было бы Если бы Было бы Возможно И вот Значит Я сижу Юно Юно А Нинулька Выползла На самый край Склонилась Так И говорит Мне Слава Слава И у неё С размеренностью Там до Секунд Пяти Слеза Падает На меня Я Слезу Ощутил Я говорю А я понимаю Что до этого Времени Многие У меня Называли Толя А поскольку Получилось Слеза Слеза Опять На меня Капнула И она Сказала Толя Толя Понимаете Да А Делать И Кроме Того Вы знаете Мне кажется Что Когда Мы же Создали Когда Театр Мы Первое Что мы Поняли Это Что надо Создать Законы Ну Перераспределялись Там Зарплаты Голосованием Принимались Или Увольнялись Актёры Когда Голосовала Вся Трупа И Также Спектакли И У Олега У Олега Николаевич Было Право В это По По любому вопросу Но Он Никогда Ни разу Этим Не воспользовался Он Мог В истерике Кататься Потому что Не соглашались С ним И наставили На своём Но он Подчинялся Этому решению Это было Так Странно И так В общем И ясно Что было Ну Всё равно Мы создавали Некий Свой мир Вот за этот мир И Не за Галину Борисовну И не за Олег Павлович А за Хасю И Лёлика Давайте Выпьем Это такое счастье Когда я слышу Когда вы говорите Эти имена Ты же подумаешь Что это мой псевдоним Понимаешь Нет Это Да Здорово Псевдоним Не выпивали Всё расскажи Всё расскажи Думаю тебе сказать Что бегали Обычно Либо в кишку Это что такое Кишка Это на улице Горького Магазин Закрытый уже Там сейчас Какая-то парфюмерия Ты хрен Знаете что Лёля Пекин 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 Ты забыл Там была Вот там где теперь Школа-студия Вот там была Столовая Столовая Для доксистов Где всегда можно было Она работала Круглосуточно И там всегда Можно было достать Водку Это была Пельменная Пельменная Она была не там Где школа-студия Она была ближе Судак Ну да Не путай Карты Это вторая А первая была Здесь Где сейчас Нынешняя школа-студия Даже мы её составили Там теперь банк Там теперь банк Ваш Олег Павлович А как же А ты думал чей Здрасте То есть Театр Театр Любите ли вы театр Как я его люблю Ноги подними То есть Ноги подними Всеми силами любви Ваш Ноги подними Вашей Совсем Извините пожалуйста Ноги поднимите Куда? Куда? Не вот так вот Со всем иступлением На которое Только способна Пылкая молодость Страстная и жадная До впечатления Изящного Ноги подними Или лучше сказать Можете ли вы Не любить театра Больше всего на свете Кроме блага и истины Не есть ли он Самовластный Властелин Здрасте Ноги подними Готовый во вся Ну-ка ноги подними Ага Готовый во всякое время И при любых обстоятельствах Волновать и возбуждать их Как Как воздымает ураган Песчаные метели В безбрежных степях Аравии Ноги подними Ну Ну что это такое Что это такое Я вас спрашиваю Этот ваш театр Вот это Ноги подними О-о-о Ага Это храм искусства При уходе В который вы Вы тоже Да Ноги подними Отрываетесь от земли Освобождаетесь От житейских Отношений Вы здесь Товарищи Живете не Своей жизнью Страдаете Не своими Скорбями Трепещете Не за свою Опасность Ну и подними Здесь Ваше Холодное Я Исчезает В пламенном Эфире Любви Что Возможно ли Описать Все Возможно ли Описать Все очарование Театра Над душою Человеческою Ой Ой Ступайте Ступайте В свой Театр Живите И умрите В нем Если сможете Да Я вам сейчас Спою еще Ну не надо Ну не надо Что Сейчас я вам Спою Как артистка Настоящая Можно Ой да Спасибо Раз 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 Маэстро Музычку Песня моя Любимая Сейчас Музыка 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 Спасибо.